Хорошо. Это улочки Иерусалима. И вы знаете, это глава, я хотел бы тоже поговорить о земле Хананской, о земле Израиля, потому что это глава о вхождении, когда народ должен был войти в землю обитованную. И вот об этом также я хочу поговорить. И мы заканчивали читать, я надеюсь, все читают наши местописания, мы за год прочитываем весь Танахи Новый Завет, то есть всю Библию, и поэтому старайтесь читать. И вот именно в эту главу, знаете, мы заканчивали читать книгу Исаии, пророка Исаии. И вот у него последние главы, кстати, очень посвящены тоже земле Израиля, и это отрывок из 62 главы. И он говорит, что не умолкну ради Сиода и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правда его, и спасение его, как горящий светильник, и увидят народы правду твою, и все цари славы твою, и назовут тебя новым именем, который нарекут уста Господа, и будешь венцом славы в руки Господа и царской диадемы на блане Бога твоего. Не будут уже называть тебя ставленными, землю твою не будут более называть пустынью, но будут называть тебе мое благоволение к нему, а землю твою замужнюю, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Амин. Итак, что призывает, к чему призывает Бог через пророка Исаию? Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, покуда не взойдет, как свет правда его. И спасение его, да? И смотрите, тут можно рассматривать, вот как пшат, прямой текст, и как ремес, как намек. О чем тут пшат, это понятно, да? То есть прямой текст говорит о Сионе, о Иерусалиме, о Израиле. А какой намек мы можем сделать еще для себя, да? Где мы не должны успокаиваться, и... То есть в нашем, у каждого из нас есть, кроме земли ханаанской, Эрец Израиль, у каждого из нас есть своя земля. Ну, в том плане, что есть какое-то предназначение от Господа, да? И в этом предназначении, то есть Сергей интересно сказал, да? Либо мы идем в предназначение от Господа, исполняем его волю, либо мы живем сами, как захотим, как вот тут произошло, да? В этой главе. И вот ради нашей земли мы тоже должны ее возделывать, да? Не умолкать ради нашего Иерусалима, нашей земли ханаанской. То есть в том плане, что мы должны также свой удел, мы должны возделывать, да? Свой путь, да? Который Господь приготовил каждому. Ну, во-первых, его нужно знать, но, во-вторых, в нем пребывать, да? И тогда, действительно, все будет у нас хорошо. Вот. Но что касается земли Израиля, да? Очень интересно, что ради Сиона и ради Иерусалима мы не должны успокаиваться. Это касается также и нас, да? И касается не только, кто относится к Израилю, но относится ко всем верующим, да? Которые верят в Бога Израиля, в Его Сына, Ешуа Мессию. Вот. Поэтому мы не должны успокаиваться. Когда это время... То есть это время уже... Мы на пороге, по сути, этого времени. То есть Израиль уже есть. Уже больше 70 лет Израиль как есть. Но мы видим, что еще спасение не достигло Израиля. Вот если посмотреть по статистике, ну и вот когда вот были праздники, даты вот эти вот, День Иерусалима, День независимости Израиля, я там озвучил, да, что там Харидим сколько там? 10% вроде бы, да, я говорил? От всего. То есть это верующие в Бога Израиля. Но мы знаем, что сейчас уже мы живем в эпоху Нового Завета, и верующие должны идти больше, верить не только в Бога Израиля, в Его Сына. Так вот, этот процент очень-очень маленький. И если брать... Просто такой статистики нету, но есть отсылки тех людей, которые жили евреев в 17-м, 18-м, 19-м веках, и они говорят, что мессианских евреев, евреев верующих в Ишуа, было намного больше, чем есть сейчас. Вот если посмотреть. И я уже не раз это слышал, и как-то тоже пару шабатов касался этой темы там. Так вот, свет и правда, оно еще не достигло Израиля. И поэтому ради Сиона и ради Иерусалима мы не должны умолкать и не должны успокаиваться. Да, как и ради того, чтобы приглашать в общину новых евреев, неевреев и так далее. Опять-таки это зависит от кого? От нас. То есть мы... Я даже сам думал, 4 компании у нас было, но почему-то все равно люди не идут. Идут обычно люди как? Когда через личное знакомство, через личное свидетельство, когда мы с ними как-то, знаете, дружим. Вот. У нас, наверное, Ася только пришла сразу по первому зову, потому что мы знали ее сына. И Ася искала общину. Вот. Ну так интересно. А все остальное, вот мы даже вот смотрю, это все мы достигали этих людей, да, кто входит нам в общину. Вот. Или лично друг друга как-то знали, да, через кого-то. Поэтому мы не должны умолкать ради Сиона и ради Иерусалима. И Бог говорит, да, что Бог не забыл Израиля, да, то есть отношение Бога к Израилю, оно остается, да, что Бог желает, что Израиль однажды придет, и свет этот он воссияет. И будешь венцом славы в руке Господа, царской Деодемой на плане Бога твоего. Не будут уже называть тебя ставленным, и землю твою более не будут называть пустынью. И мы знаем, что земля Израиля, вот если что касается, кстати, физической земли Израиля, то там все окей, да, если посмотреть, и опять-таки я не буду повторяться, мы делились, Израиль экспортирует больше цветов, чем Голландия и так далее, то есть пустыня расцвела, то есть реально пустыня, она цветущий сад представляет. Там есть еще чуть-чуть в пустыне Цин, да, но земля Израиля, она очень-очень сейчас, да, благодаря усилию, благодаря труду, благодаря благословению, мудрости, она действительно расцвела. Но духовно она остается еще, к сожалению, ее нужно возделывать, да. И Бог говорит, что однажды будет называть мое благоволение к Нему, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. То есть, поэтому ради Сиона, ради Иерусалима мы должны не успокаиваться, мы должны, то есть, не жить только для себя, да, но жить ради кого-то. То есть, я буду делать ради спасения кого-то. То есть, мы спасены, слава Богу, но есть масса неспасенных в нашем городе евреев, неспасенных в Израиле и так далее. Следующее, опять-таки, чему Господь призывает, связанное с землей Хананской, проходите, проходите ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Поднять знамя должен Израиль, но чтобы он поднялся, его нужно, чтобы он пришел. Да, и наша задача, опять-таки, подготовить вот эту почву, чтобы они приходили, проходили ворота, ворота Божьей славы и приготовляли путь народу. Народ тут указан один, это Израиль, да. И опять-таки, от нас это зависит, равняйте дорогу, убирайте камни, и потом уже, когда Израиль войдет, он поднимет знамя для народов. И мы дальше можем читать во многих писаниях, что все люди будут стекаться на гору Сион, ибо оттуда выйдет слово из Иерусалима, слово Господне, да. И, опять-таки, знамя народов должен поднять Израиль. Но чтобы он пришел, мы должны вот эту дорожку выстилать, да, то есть, равнять ее, чтобы этот путь был прямым. И это от нас-таки тоже зависит от тех, кто и от спасенных евреев, и от спасенных неевреев, да. Вот Господь объявляет до конца земли, скажите дочери Сиона, грядет спаситель твой, награды его с ним и воздаяние его перед ним, и назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом неоставленным. Опять-таки, Бог говорит об Израиле, конкретно здесь, да, и об одном единственном городе, это город Иерушалая. Да, и написано, что грядет спаситель твой, и спаситель грядет. И наша задача вот это вот не умолкать, не успокаиваться и готовить путь, готовить путь. Опять-таки, у каждого свое в этом служение, задачи и так далее, цели, но мы должны все равно это делать. Это делать. И эта же глава, то есть следующая глава продолжается, Исаия продолжает мысль, открой, пожалуйста, она очень интересная. Кто это идет от Едома? Вот Едом мы видим, да, на карте, сразу за Мертвым морем. В червленых, в червленых это в красной одежде, одежда красная. От Васора, а Васор, а где Васор? Ну, не знаю, где Васор. Васор выше. Выше. И справа. Васан, Сирия. Васар. Это Васан. Нет, он Едома, он Васор. А, вон, Васор, да, снизу, видите, да. С Едома от Васора, то есть двигается с юга на север. И Господь говорит, что это я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Понятно, что спасти может только Господь Бог. Но наша задача рассказать о Спасителе, да. Отчего же одеяние Твое красно, и лизуя у Тебя, как утоптавшего, вточили. Мы не живем среди винограда, но я помню этот, помните, я запомнил «Топтание в точиле», фильм Челентана, как он назывался? Укращение строптивы. Помните, он танцует? Это первый раз я увидел, как топчет виноград. И там целый танец был, и вот он там танцевал. Весь, да. И когда он танцуешь, ты топчешь, топтали то ногами, я так понимаю, больше ничем. Это сейчас, наверное, прессом, все гидравлически. А вот пораньше топтали. И вот кровь, конечно же, не кровь, а сок винограда, он брызгивает. И получается, что ты весь, я так понимаю, если хорошо топтать, то ты будешь уже с ног до головы весь в этом соку. Я сегодня к уточкам пошел, с утра открываться, там они уже на это самое, вот они бегут, и прямо в меня плюхнули, короче. Я так думаю, так тут уточки, да, тут представьте, вы сок топчете, насколько вы будете. И Бог говорит, что однажды, но опять-таки, я так понимаю, это все по нарастающей. Он уже говорит о будущем времени, о суде над народами. Я топтал, точил один, и из народов никого не было со мною. Я топтал их во гневе моем, попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год искупленных настал. Вот интересно, да, то есть и Бог говорит, и никого из народов не было со мною. Я хочу это соединить с тем, с чего я начал. Не умолкну ради Сион и ради Иерусалима, не успокоюсь. И вот когда Писание говорит, никого или весь народ, нужно понимать, что это не все до одного народа, да. То есть, например, когда Ешоа приходил, помните, в селение написано, все селение приходило к нему. Или там он пришел в Иерусалим, весь город собрался. Это не значит, что весь полностью, все жители, все до одного. Но обычно весь, это большинство. То есть, он пришел там, например, вот если, например, в Гомеле выйдет, например, 100-150 тысяч, ну, человек, который вышел, скажет, весь город собрался, да. Но на самом деле это будет, например, треть города. Так и здесь. Никого не было, это не значит, что все народы. Но большинство, значит, из народов, большинство представителей никого не было со мною. И я вот думаю, в будущем, да, даже глядя на сейчас ситуацию, очень мало людей все равно обращается к Господу Богу, хотя информации о Господе Боге, ну, очень много. На самом деле очень много. И никого из народов не было со мной, я топтал их во гневе моем, попирал их в ярости моей, да. Ибо день мщения в сердце моем, и год искупленных моих настал. И я вот тоже, вот в этой главе, что тут Бог говорит, 40 дней выходили по земле, и вот так как вы не послушались, то 40 лет будете в пустыне. И я вот думаю, день мщения это как год. То есть день мщения будет один год. Ну, это мое такое понимание. А год искупленных моих настал. А вот год, если тут умножить, уже тысячи лет получается. И вот если смотреть в Писание, там же Исаия, то есть пророчество мы знаем, что будет тысячелетнее царство. Можно так посмотреть, да. День мщения, то есть год будет мщения. Ну, если даже брать книгу Откровения, 3,5, помните, там это 7-летний цикл, 3,5 года будет время мира, а потом 3,5 как мщения. А год искупленных моих настал, может, как действительно тысяча лет, да, тысячелетний. Мы знаем, что год искупленных, тысячелетнее царство будет, когда будет тысячелетний мир на земле. Открою следующее, и дальше он продолжает. Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышь самая, и яростная, она поддержала меня. И я попрал, и попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. И дальше Исаия продолжает, вспоминув милости Господню и славу Господню за все, что Господь даровал нам. И великую благость к дому Израилеву, какую он оказал ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих. Исаия видит эту картину, видит картину суда, не только суда, над всеми народами. Исаия видит еще картину суда над своим народом. Он же жил во время правления, кажется, трех или четырех царей, да? И он предсказывал, что если вы не покаетесь своему, своим народу, да, что вы лишитесь этой земли. И мы знаем, что Исаия умер при правлении царя Монасия, не умер, а по преданию его распилили в стволе дерева, именно царь Монасия. Вот, и видя вот эту картину всю, он говорит о милости, да? Вспоминуй милости Господней, славу Господню за все, что Господь даровал нам. И великую благость к дому Израилеву. И с одной стороны, Бог милостив ко всем, но к Израилю Он проявляет большую милость. Вот я вспоминаю, когда Шауль говорит римлянам, помните, он говорит, если Бог не пожалел природной ветви, то неприродной, то есть язычники должны бояться, да? Но с другой стороны, только Израилю Бог обещал милость. Конкретно, что именно Израиль, Он останется. Это милость, которую Он обещал Аврааму. А Аврааму, Цхаку и Якову. Вот в этом есть такой плюс среди Израиля, да? Как бы Израиль не отпадал, как бы Израиль не был жестокосердным по отношению к Богу, Бог говорит, ради обещания Аврааму, Цхаку и Якову я буду миловать. И мы это видим до сих пор. Вот, и поэтому, видя все это, Исаия говорит, Боже, спасибо Тебе за ту благость, которую Ты даровал к дому Израилю. Это благость до сих пор. И вы знаете, вот интересно в том, что время суда, которое здесь описано, мы еще читали в этот раз Псалом 108. Вот если взять Псалмы Давида и песни, которые мы поем, у нас масса песен, которые написаны в Псалмах Давида. Вот, и с одной стороны, я к чему веду? С одной стороны, все поют Псалмы Давида, но молитвы Давида, я слышал не раз, они говорят, вот это неправильная молитва. Вот так вот нельзя молиться, как Давид молился. Мы сейчас эту молитву посмотрим. Очень интересно. И они говорят, сейчас Новый Завет, мы не должны проклинать, мы должны благословлять. А вот как Давид, то есть с одной стороны, Псалмы мы можем брать, а вот молитва как-то вот она, молитва Давида, то есть это Псалом, это молитва, да? И еще он говорит, Давид, Боже хвалы мои, не промолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые, уста коварные, говорят со мной языком лживым, отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня беспричины, за любовь мою они враждуют на меня, я молюсь, воздают мне за добром злом, а за любовь мою ненавистью. То есть мы только что читали о суде Господа над народами, и я вот чуть-чуть скажу про то, что происходит, когда Давид молится тоже, вот интересно его отношение, как он говорит. Итак, я не знаю, был ли это Давид уже царем, или еще нет, но он говорит интересную вещь, что на него восстали люди, да? Я им творю добро, они мне отвечают злом, я выражаю им свою любовь, они мне отвечают ненавистью. И что Давид делает в это время? Я молюсь. А я молюсь. То есть происходит такая ситуация, и он говорит, а я молюсь. И дальше он, интересно, его молитва идет. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. И вот у нас же, говорит, в Новом Завете, мы не должны там проклинать. Но вот смотрите, чуть-чуть другие переводы. Что значит поставь? Назначь над ним нечестивого, вот над этим нечестивым, а ты тоже поставь Божий нечестивым. Для чего? Чтобы он прочувствовал, а может быть, он поймет, да, что и он неправильно поступает. То есть очень такая, знаете, интересная... А дьявол тут не только дьявол, обвинитель, противник. Сатан это вообще противник. Противник достанет одесную его. То есть поставь вот такого противника, чтобы тот, ну, что-то понял, да? То есть вот обычно же как? Бог говорит, если мы творим добро, то нам обычно возвращается, ну, больше. И когда человек творит зло, ему тоже больше назначается. То есть поставь над ним такого нечестивого, чтобы он ему так уже, ну, показал, чтобы этот человек понял. То есть, с одной стороны, очень интересная молитва. Он говорит, что поставь вот над ним, пусть он тоже поймет, как нельзя поступать. А обычно, вы знаете, люди у нас, я заметил даже по-нашему, вот как Сергей сказал, да? Да, глупого, то есть мудрый учится на ошибках других, а глупый на своих. То есть если человек творит нечестие, не понимает, то пускай вот он прочувствует. И поставь над ним такого же нечестивого, только сильнее, чтобы он уже понял, да, что-то в своей жизни. Когда будет судиться, да выйдет виновным. И молитва его добудет грех. Почему его молитва грех? Грех, контролирующая молитва. Потому что... Грех, и это жесткий. Да. То есть, это не значит, что Бог не слышит молитвы нечестивых. Но Бог не слышит молитвы того человека, который не покаялся. Сергей, очень интересный там пример привел, но те люди покаялись под обстоятельствами, а Бог не слышит, если человек нечестивого, не покаялся, просит у чего-то у Господа. С какой стати Бог его будет отвечать, если он нечестивый. И вот он говорит, молитва его добудет в грех. И так оно и получается, в принципе. Бог не слышит многие молитвы, потому что люди не каются. Добудут дни его кратки, достоинство его довозьмет другой. Я сразу вспоминаю Амана. Ну вот интересная история, да. Достоинство взял другой. То есть Аман возвеличился, но возвеличился, он потом захотел что сделать? Целый народ уничтожить. И в итоге Мардыхай стал, его достоинство взял, он стал князем, таким же как Аман. Но Мардыхай был праведник, а тут нечестивый. Ну такой пример. Дети его добуют сиротами, жена его вдовой. То же самое произошло с Аманом, только дети были сиротами недолго, их потом повесили тоже. Да скитаются дети его, нищенствуют и просят хлеба из развалин своих. Да захватит взаимодай все, что есть у него и чужие, да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирота его. Да будет потомство его на погибели, да изгладится имя их в следующем роде. И я вот думаю и дальше. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его, да не изгладится. И кажется, вот достаточно жесткие слова. А вы знаете, я вот думаю, ну есть же народы, которые Бог говорил, вот если даже мы читаем книгу царств, мы видим там два таких отношения Бога к народам. одни народы Бог говорил под кореньцы срубать, а вторые оставлять, детей оставлять, да, и жен. Не жен, а девушек молодых. И мне кажется, то есть, а с одной стороны, само же Писание говорит, за грех родителей и дети не отвечают. Ну с одной стороны. А с другой есть, где и за грех отвечают. Как тут разобраться? И я думаю, что Бог просто видит, и Он просто понимал, что даже потомство нельзя исправить. Ну вот я так думаю. Почему? Потому что, помните, Он говорит, беззаконие настолько их достигало, что Он говорит, Амалика вообще с лица земли сотри. И нету Амалика. Ну стерли их, понимаете, полностью весь народ, всю нацию, и включая детей, там детей, внуков полностью. И вот, наверное, все-таки, хотя вроде бы, спасение для каждого открыто, каждому дано, но вот Бог как-то видит, что, наверное, видит дальше, что вот даже дети, смотрите, Он говорит, беззаконие отцов Его, ни одного отца. То есть, и отцы Его такие были, и отцы отцов такие были, и такие же были. Вот. И Он говорит, что вот просто в очах истребит память их на земле. То есть, человек может настолько в упорстве своем зайти, и что и дети просто, я так понимаю, дети, видя вот это, то, что творят отцы, они такие же становятся, там, жестокие, ненавидящие Бога, и так далее. И что, и они даже, ну, не подлежат исправлению. Хотя с тем же Израилем, вот в этой же главе, помните, Бог тоже говорит, давайте все общество уничтожим, от вас произведу, ну, от тебя Моша, ну, или когда Тору давал, да, когда, да, от Моша произведу великий народ, ну, другой народ. Так от детей же есть. Ну, ладно, взрослые совершили, а ну, а дети при чем? Вы знаете, вот, иногда вот, ну, читаешь, я, конечно, Бога нам мы понять не можем, но такое происходит. То есть он говорит, что беззаконие изгладится полностью об этом народе. За то, что он не думал оказывать милость. Просто, да, есть понятие милосердия, суда и правды. Три вещи, да, за которые, кстати, Бог очень сильно судил Израиля. Милость, суд и правда. Вот если что-то начинало не работать, то начинались суды. Но преследовал человека бедного и нищего, сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. То есть, представляете, этот человек уже бедный, он уже нищий, он уже, ну, никакой, но он его все равно добивает и для того, чтобы убить. И, наверное, то есть вот это, как-то, знаете, есть какая-то вещь, которая уже даже, Божья милость, она закрывается для таких людей или для полностью народов, или для я тоже вспоминаю, вот если читать даже книги царств, помните, как царя убивали, когда царь был нечестивый? Убивали и царя, убивали всех детей, всех близких родственников и всех друзей еще. Полностью, то есть, ну, мы читаем как-то, чистили всех, вот, под корень, и потом, ну, заходил там новый царь и так далее. Ну, чтобы, ну, понятно, дети, они могут там потом сказать о дайном царстве, там, вырасти, о родственни, ну, а там близкие друзья, князья и так далее. Ну, вот всех, представляете, то есть, как происходило, и Бог, помните, говорил Иераваму, что за то, что ты не стал слушаться, полностью твой род будет истреблен, именно его потомство и не стало, и там вот мы читаем, такая была история. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. То есть, если человек не любит, не восхотел благословения, оно удалится от него, то есть, те люди, которые несут проклятие, оно же на них и возвращается, да. Меда, кенегит меда, мера за меру, в Танахе, в Новом Завете, везде написано, что посеешь, что и пожнешь. И вот, к сожалению, есть те, кто, больше любят зло, не восхотел благословения и удалится от него. То есть, ты можешь благословить, а можешь не благословить. Но если ты в силах благословить, значит, благослови. Ну, любое действие, сделай какое-то доброе дело, если ты в силах. Нет, значит, и благословение, представляете, удалится. Да, облечется проклятием, как ризою, одеждой, представляете, то есть, оденется в проклятие. И довойдет оно, как вода во внутренность его. Вот я читаю, когда, как вода во внутренность его, пару глав назад, помните, мы читали о ревновании, когда муж ревновал, была такая заповедь, интересно, когда муж ревновал жену, он думал, что она там с кем-то гуляет. Ну, я не знаю, то ли он отключался, то ли у него какие-то мысли появлялись. Помните, даже если он был неправ, ну, у него возникли такие мысли, он приходил, там, дала же на повод, не дала, он приходил, и, помните, она выпивала воду, определенную. Воду, там, как она называлась, я не помню, что ли? Горькая вода. И говорит, если она реально, ну, изменяла мужу, то становилась она, живот опадал, и так далее, она не могла больше иметь детей. И я вот думаю, здесь вот такое, да, как вода во внутренность его. И сердцем, и как и лев в кости его, да будет она ему, как одежду, в которую он одевается, как пояс, которым всегда опоясано. Такое воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. На душу мою. Тут, знаете, тоже вот интересно. Давид желает врагам вот всего этого. Я встречал верующих, которые говорили, вот они на меня что-то сказали люди, вот они под проклятие подпадают. Для меня это было диковато, серьезно. То есть, ну, тут, ладно, Давид, молится, но Бог Давида назвал сладким певцом. Бог Давида за верность Давида дает ему обещание, что от тебя произойдет Машех. А кто вы такие вот у меня вопросов? Что вы себе мните? Я реально слушал, вот мы бы даже были там, когда в Могиле, нам там историю одну рассказали, там тоже приехал какой-то там проповедник куда-то в одну церковь, там что-то типа пастору не понравилось, он его там три раза успокаивал, и потом говорит, успокойся, ну, что-то там. И типа тот человек заболел, то ли умер, то ли я там уже не помню конец истории. Ну и типа вот если ты сейчас мне не послушаешься, то тебе тут проклятие чуть ли придет. Ну, для меня как-то это, знаете, немного, ну, это Господь Бог. Давид Витя даже говорит, я молюсь, ты Бог решай. А иногда вот я слышал не раз, когда на какого-то там служителя, если кто-то начинал говорить, и они говорят, не говори, на помазанника и ты умрешь там, чуть ли такие слова. Вот. Ну понятно, если, без, как это его, если человек невиновен, это одно, а если человек действительно что-то за собой имеет, тут вопросы другие. Но, вот Давид так интересно молится. Со мной же, Господи, Господи, твори, ради имени Твоего, ибо благо, милость Твоя, спаси меня, ибо я беден и нищий, сердце мое завелено во мне. То есть, молитва Давида, смотрите, он полностью сокрушен, да, я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонит меня, как саранчук, олени мои изнемогают от поста, и тело мое лишилось тука. То есть, опять-таки, помните, была целая пропасть про колени, молитва на коленях, да, тут он подтверждает, изнемогли от поста, то есть, молился, постился, я стал для них посмещущим. То есть, там было серьезное гонение на Давида, увидев меня, кивают головами своими, помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, сделал это. И тут интересно, он говорит, да, но через вот это все, да познают они, что это Ты, что это Ты делаешь. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой, да, возрадуется. Да, облекутся противники Моим бесчестьем, и как одежду покроются стыдом своим. То есть, поймут все-таки, да, что они беззаконие делали. А я громко буду устами Моими славить Господа, и среди множества проставлять Его, ибо Он стоит одесной бедного, чтобы спасти вот судящую душу Его. И с другой стороны, Давид молится, но видите, все равно он говорит, Ты, Боже, вот это все делаешь. То, что я сказал, вот так вот, ну, ты это делай. И мы знаем, что Господь так и делал. Ну, опять-таки, стоит одесной бедного, скорее всего, я имею в виду бедного, ну, не финансово, а именно сокрушенного сердцем, бедного в том, что вот его так, на него так наезжает, его там поносит, его всячески, да, унижает. Вот, наверное, вот в этом плане. Хорошо. И последнее, каково сейчас Бог по отношению к Израилю, мы видим опять-таки, вот в этих книгах пророка Исаии. Это последняя глава, 66 глава. Как утешает кого-либо мать его, так я утешу вас. И вы будете утешены где? В Иерусалиме. Да, и поэтому Бог говорит, весь Израиль все-таки должны собираться. Почему в Иерусалиме? Потому что ежегодно, каждый три раза в год, в Иерусалиме должны быть, собираться евреи, искать Господа Бога. До сих пор этого не происходит, но однажды это будет происходить. Либо происходит частично. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается. Мы читали, как только что гневался Давид, да, что он просил за врагов. Что же будет делать Бог, я даже не могу представить. Написано, что страшно впасть в руки Бога живого. Ибо вот придет Господь в огне, колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякой плоти, и много будет пораженных Господом. Мы видим в книге Откровения, какой будет суд. И суд будет действительно с огнем. Если помните, этот мир судим был водою, то наш мир, в котором мы живем, он будет судим огнем. Об этом мы можем читать в книге Откровения, об этом уже сказано в Новом Завете, над всякой плотью. И будет много пораженных Господом, Господом, к сожалению. К сожалению, будут те люди, которые будут поражены Господом. И о ком он говорит? Те, которые освящают и очищают себя в рощах, то есть идолопоклонники. Рощи, идолопоклонники, которые поклоняются не Господу Богу. То есть кому угодно. Один за другим. Один за другим. Едят свиное мясо, кашу, что ли, и мерзость, и мышей. Ну, я не знаю, что тут имеется в виду. Ну, о чем тут. Или это было как мышей, мерзость, что они ели, как какое-то поклонение этим идолам. Все погибнут, говорит Господь. Ибо я знаю деяния их и мысли их. И вот приду собрать все народы языки. Они придут и увидят славу мою. Мы читаем, что однажды все народы соберутся и придут воевать против Израиля. И что, и как они славу увидят Господню? Победу его. Ну, посмертно они увидят. Я так понимаю, Господь их деноцифицирует просто всех. Как модно сегодня это слово деноцификацию. Господь произведет деноцификацию вот этих всех народов. И опять-таки, смотрите, все народы языки. Это не значит, что полностью все люди соберутся. Но с каждого народа будут те, кто придут против Израиля. Я тут, кстати, новость не читал, но Захарова, российская представительница МИДа, она наехала очередной нас на Израиль. То есть, когда кто-то там у нас любит писать, что да нет в России, там нет антисемитизма, все нормально. Она сказала, там наехала на Израиль, что якобы на православных отбирают земли. А там что произошло в каком-то году? То есть, или в 90-х, или что? Организация, которая представляет датишных, какая-то харидим, они выкупили у католических, у православных греков территорию храма. Но есть организация, которая выкупает землю себе. То есть, есть земля, которая принадлежит православной церкви. Греческому патриархату, московскому, и они выкупили. А потом пришел новый поп и сказал, это неправда, отдавайте ее взад нам. И был суд, и суд Израиля, он сказал, не-не-не, ребята, земля выкуплена, деньги получены, все. И вот она начинает выступать, якобы, то есть, вот какие евреи, отдавайте-ка назад землю. Не получите вы. Вот, но мы знаем, что однажды слова перерастут в дело и решат они все-таки попробовать собраться все народы. То есть, это будет не только представитель из России, но может из Белоруссии, со всего мира. И вот они придут и будут деноцифицированы. Вот, Господом Богом, и положу на них знамения, и пошлю из спасенных от них народов. Так, следующий открою. Вот, и даже вот Илья сегодня делился, говорит, тоже там с друзьями каким-то дружит, там они тоже на евреев какие-то бочки катили. Вы знаете, и у нас все равно, вот этот бытовой антисемитизм, он остается. Я тоже, когда еду иногда, люди там начинают, а этот жидок, или там что-то, знаете, вот такое. И вот сразу, то есть, высказывание о евреях такое, ну, не очень кошерное, так говорится. И отношение такое, вот, то есть, а этот еврейчик, или там этот жидок, и знаете, не в хорошем смысле, а именно в негативном. Вот, ну, ты сразу понимаешь. К сожалению, то есть, и мы знаем, что однажды все-таки этот антисемитизм, он вырастет очень прилично, и придут, и видят, то есть, и в итоге Господь их все-таки соберет. Вот, и однажды он покончил с антисемитизмом раз и навсегда. Вот, и также со всеми теми, кто не ищет Бога, то есть, идолопоклонниками, как мы говорим, которые не хотят поклоняться Господу Богу, и так далее. Вот, и Бог говорит, что отправит людей, и они возвестят народам славу мою, и представят всех братьев ваших, от всех народов дар Господу. На конях, на носилках, молах, и так далее. И на святую гору мою, Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилева приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них буду брать также священников, левиты, говорит Господь. Ибо, как новое небо и новая земля, которые сотворю, всегда будут перед лицом Моим, говорит Господь, так и будет и семя ваше, и имя ваше. Да, всегда перед лицом Господа Бога. Тогда из месяца в месяц, из шабата в шабат, будут приходить всякая плоть перед лицом Мое на поклонение, говорит Господь. И будут выходить, увидят трупы людей, отступивших от Меня, ибо червих не умрет, огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. И так Бог говорит, что однажды будет и суд, и те люди, которые не хотят служить Господу Богу, да, то есть отступивших от Меня, те, которые отступники, отступают те, которые склоняются за этот мир, да, жить в этом мире, выбирают прелести этого мира, отступают от Господа, чтобы они все умрут. Червих не умрет, и огонь не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. Вот, и мы сейчас будем еще за нужду помолиться, желая, конечно же, всем нам, чтобы мы не умолкали ради Иерусалима, ради Сиона, чтобы мы вот эту дорогу делали для народа Израиля, да, уравняли, проповедовали, ну, и, конечно же, чтобы все мы достигли небесного Иерусалима однажды. Пускай Господь благословит нас. Аминь.